Они действуют в лучших традициях лихих 90-х, когда профессия бандита считалась практически официальной, а ларек сигаретами укреплялся как неприступный форт. Увы, тем, кто столкнулся с методами коллекторов, как обычно, не до смеха, их истории обычно леденят душу, и от их истории встают волосы, что называется, дыбом. Вот пара примеров. Подруга взяла моментальный кредит и указала меня поручителям, уверяла, что долг отдала, но мне вскоре начали писать коллекторы и угрожали устроить показательную казнь, чтобы мой сгоревший труп показали по телевизору и намекали, что до детей запросто доберутся. Написала заявление в полицию, но там таких целая стопка. Второй пример такой же. Коллекторы разместили в ВКонтакте информацию о том, что должница якобы оказывает интимные услуги, и опубликовали фотографию восьмимесячного ребенка с указанием даты смерти. Участковый тогда отказался возбуждать уголовное дело, а только после обращения в прокуратуру возбудили дело о клевете. Такие примеры, это не нашего региона, но такие примеры по всей стране происходят десятками, если не сотнями. И вот о том, как этот процесс государство берет под свой контроль и что с этим можно вообще делать, сегодня мы будем говорить с нашим гостем. В студии «Репортер 73» в программу «Разговор» мы пригласили сегодня Галину Анатольевну Добровольскую, заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Пульянской области. Здравствуйте. Добрый день. Галина Анатольевна, вот такое у нас вступление, ну, в общем-то, не оптимистичное, не радужное. И одно дело, когда мы это прочитали, услышали с экрана телевизора, но не столкнулись лицом к лицу. И другое дело, когда этот человек испытывает, что называется, на своей семье, в своем доме. Во-первых, давайте начнем с того, что тему коллекторов, она возникла не вчера и не сегодня, но государство уже принимает определенные шаги для того, чтобы вот эту вырующуюся жестокость обуздать и направить в такое законное русло. Пытается как-то регулировать. В прошлом году, по-моему, был создан государственный реестр. Что это за государственный реестр юридических лиц, кто туда входит и что они имеют право делаться с такими долгами? Хорошо, я расскажу. Да, действительно, были ряд резонансных случаев, в которых именно коллекторы, да, в общем-то, достаточно жестко обращались с должниками. И в связи с этим, действительно, государство в 2017 году приняло закон федеральный, на федеральном уровне номер 230 ФЗ от 3 июля 2016 года, который регламентирует порядок введения государственного реестра юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности как основной вид деятельности, определяет порядок действия этих лиц и определяет те полномочия контрольного органа, на котором является Федеральная служба судебных приставов, контрольно-надзорные функции и ряд санкций, которые также прописываются в этом федеральном законе. Кто может быть? Это организация, юридическое лицо может войти в этот реестр, получить соответствующее разрешение и свидетельство, которое в полном объеме выполняет требования федерального закона. Это и специальное программное обеспечение, это чистые активы, которые должны быть указаны официально в бухгалтерской отчетности, это и тот круг полномочий, который должен быть зарегистрирован в обязательном порядке в выписке государственного юридического лица в едином реестре юридических лиц. Это вид деятельности, который подтверждает, что именно эта организация занимается взысканием просроченной задолженности, имеет на это полное право. И, конечно же, в данном случае то юридическое лицо общества с ограниченной ответственностью, Финколлект, которое получило такое свидетельство на территории Ульяновской области, оно именно такими правами и полномочиями обладает. Все необходимые условия для выполнения данной функции у них имеются. Это многофилиальная сеть с достаточно большим количеством сотрудников, которая на сегодняшний день легитимно выполняет функции по возврату просроченной задолженности, и работает с продуктами микрофинансовых, микрокредитных организаций. То есть у нас в Ульяновской области это всего одно предприятие? Одна организация. Одна организация, которая называется Финколлект. ООО «Финколлект», да. А в других регионах? В других регионах их может быть больше, значительно больше. Конечно, в зависимости от самого региона, его масштабов. Москва, конечно, у нас значительно большое количество. Но сейчас порядка 170 в целом по России юридических лиц, которые включены в реестр и занимаются непосредственно взысканием просроченной задолженности на легитимный банк. Просроченная задолженность перед банком, она также может произойти, это переуступка, вот как раз в Финколлект, да? В любую организацию, которая занимается взысканием просроченной задолженности на праве, так скажем, введения единственного вида деятельности. Должник каким образом узнает о переуступке вот этого долга? Должник узнает о переуступке долга, взаимодействуя с непосредственно кредитором, который по договору ЦССР, по договору уступки права требования, должен в обязательном порядке уведомить, направить уведомление должнику, который был еще в статусе заемщика, сейчас он уже перешел в статус должника, потому что у него возникла просроченная задолженность, уведомить о том, что его обязательства переданы непосредственно организации, которая будет заниматься, взаимодействовать с этим должником и взыскивать задолженность. Давайте чуть-чуть поподробнее. Сколько обращений от граждан непосредственно по теме долгов в микрофинансовой организации, да, и сколько по Финколлекту? Потому что нужно различать. И у нас сейчас по федеральным каналам тоже пошла масса таких жалоб и программ, где приводят, опять же, жесточайшие случаи, когда люди остаются не только без средств к счетованию, но и без крыши над головой. Да, здесь нужно обязательно разделять, градировать те организации, которые имеют, так скажем, статус, да, организация, которая занимается взысканием задолженности. Есть кредиторы, которые тоже имеют право взыскивать задолженность, но есть организации, которые на сегодняшний день не включены в государственный реестр, и их деятельность не совсем законна. Я вам расскажу об этом чуть позже подробнее. Что касается обращений, да, действительно, мы черпаем информацию о тех событиях, которые происходят в жизни должников, да, возникших в сложных ситуациях, вот этом взаимодействии некорректном, из обращений, которые поступают в адрес Федеральной службы судебных приставов, в частности управления. Я приведу несколько цифр статистических. В прошлый год 729 у нас было обращений, которые мы рассмотрели самостоятельно, это более 500, потому что был ряд тех обращений, которые мы должны были перенаправить по территориальности в другие эти органы, которые будут их рассматривать. Хочу пояснить, что если мы получаем информацию о деятельности, признаках незаконной деятельности юридического лица, который зарегистрирован, который зарегистрирован на территории другого региона, мы обязаны перенаправить это обращение, и его будет рассматривать уже тот террорган Федеральной службы судебных приставов, который на это уполномочен. Ну, равно так же и нам приходят эти обращения. Так вот, рассмотрено было в прошлом году 500 с лишним, 524 обращения по деятельности, незаконной деятельности, или о фактах, которые, так скажем, содержали признаки незаконности. Из них 69,5% это именно в отношении ООО «Финколлект», потому что сеть большая, действительно много филиалов, много взаимодействий, много должников, с которыми они работают. И порядка 30,5% у нас получилось именно информации, обращений, заявлений, полученных на действия микрокредитных компаний, микрофинансовых организаций, которые имеют несколько иной статус. Они являются кредиторами, как правило, но и имеют право, как кредиторы, заниматься взысканием задолженности. Ну, здесь есть нюансы законодательные, пока они на сегодняшний день не в полной мере урегулированы, именно в части контроля надзора. Вернусь к обращениям. Мы с вами говорили о том, что уже несколько наращиваются обороты. Если в прошлом году мы 500 обращений рассмотрели за год, то в этом году уже за первые три месяца работы в 2018 году их уже 300. То есть вот такая статистика увеличилась. Естественно, будет увеличение. Конечно, конечно. Я связываю это в первую очередь с тем, что люди узнали, куда можно обращаться. Люди поняли, что это эффективно все же, потому что реакция незамедлительная. Мы в любом случае, рассматривая обращения, принимаем меры. Меры наши, конечно, они на сегодняшний день имеют административную юрисдикцию. И в данном случае это составление протоколов. Мы фиксируем. А контекст обращений? То есть это в подавляющем большинстве жалобы, да? То есть жалуются на процесс, который пугает людей, по большому счету? Конечно, конечно. Люди находятся в неком замешательстве. Люди не понимают, как им вести себя дальше, куда обратиться, какими документами подтвердить. Иногда бывает случай, что и оплаченный уже долг, но он не зафиксирован, либо нет подтверждающих документов. Есть люди, которые вообще не имеют никакого отношения к этой задолженности. К сожалению, мы иногда очень доверчиво дарим, даем свои телефоны мобильные, которые потом, так скажем, недобросовестными заемщиками указываются, как телефоны для общения, для взаимодействия, телефоны третьих лиц. Иногда люди попадают в такую ситуацию, что он никоим образом не знает вообще о какой-либо задолженности, а к нему уже поступают звонки. И продолжается это достаточно длительный период. Давайте, если по пунктам, у нас коллекторские права тех, кто работает с таким долгом. А что, собственно говоря, они имеют по закону право какое? Просто предупредить и сказать о сроке погашения долга, и все? Нет, у них достаточно большой круг полномочий. Естественно, эти полномочия закреплены соглашением, договором, который заключается, заемщикам в момент получения этого, так скажем, уже непосредственно получения уведомления о том, что этот продукт, эта задолженность, это обязательство уже передано для взыскания коллекторским агентствам. Так что же они могут? Они могут, значит, порядок взаимодействия установить определенный, который законодательно закреплен именно 230-м законом. Это не более одного раза в сутки могут позвонить, это не более двух раз в неделю могут позвонить, и не более восьми раз в месяц пообщаться с должником, предупредить его о том, что существует задолженность в корректной форме, озвучить возможности оплаты и возможности взаимодействия. Причем звонки даже в определенное время. Никаких ночных звонков. Никаких ночных звонков, это, значит, тоже минимальное количество звонков обусловлено также в нерабочее время, это не ранее 9 утра, начиная с 20 часов, это нерабочие дни, рабочие дни не ранее 8 утра и начиная с 21 часа. То есть вот в этот промежуток времени, ночной период, в будни и в нерабочие дни, тоже ограничены звонками и ограничены общением. Естественно, не имеет права угрожать, высказывать какие-либо угрозы, даже в части как жизни и здоровья людей, так и в части имущества, проявлять какую-либо агрессию в своем разговоре, вводить в заблуждение граждан, которые на сегодняшний день, возможно, не совсем подкованы юридически, и говорить о том, что они могут быть привлечены к уголовной ответственности, по ряду статей, которые будут также их репутацию значительно ухудшать. Не имеют права также привлекать в данном случае информацию о третьих лицах, которые также не имеют никакого отношения к этим долгам. Не имеют права воздействовать психологически, в части, касающиеся иногда, даже у нас были такие случаи, через несовершеннолетних детей, то есть направляют уже информацию на телефон несовершеннолетних, либо в учреждения школьные, дошкольные, где, возможно, эта информация будет также иметь негативный характер. Вот таким образом. Ну, достаточно сложно все равно выстраивать диалог, когда ты находишься заведомо на слабой позиции, потому что ты понимаешь, если у тебя там действительно просроченная задолженность, и какие-то обстоятельства жизни сложились, о том, как психологически с этим справляться, может, мы еще и так тоже даже поговорим, но должник может узнать, кто с ним вообще разговаривает? И причем не вымышленные факты, а вот настоящие. Только вы можете помочь? Нет, должны представиться, конечно, несомненно. Должны представиться лица, которые взаимодействуют по телефону, они могут и лично подойти, они могут лично встретиться, они могут это все говорить именно в соглашении, которые оформляет непосредственно должник и организация. Я хочу еще отметить тоже, что количество взаимодействий можно прописать еще и в соглашении. Оно может быть иным, отличным от закона, который предусматривает тот порядок, который я озвучила. Но в этом случае, уважаемые заемщики, именно на период займа, когда вы еще не становитесь должниками, очень внимательно нужно посмотреть условия договора. Как это прописано, какие права, какие обязанности, какой порядок взаимодействия, какова чистота этого взаимодействия, чтобы потом, когда возникает вдруг проблема, и мне звонят более чем один раз в день, мы обращаемся к этому договору, оказывается, там действительно прописано, что это достаточно допустимо. К сожалению, у нас как раз договорное обязательство не выполняется, потому что сам документ не читать еще в момент... В начальной стадии. В начальной стадии. Тогда, когда пришли за этой денежной суммой в ту же микрокредитную организацию и не прочитали, какие там проценты. Абсолютно с вами согласна. То есть это полное незнание ситуации. Финансовая неграмотность. Это финансовая неграмотность. Это действительно может быть состояние некой эйфории, когда ты получаешь тот продукт, который ты хотел получить, может быть, и в этот момент ты не смотришь, не читаешь. Последствия очень негативные. Такая доверчивость, что дайте мне сегодня миллион, а завтра меня защитят, и я этот миллион отдавать не буду. Вот, конечно, там не в миллионных долгах идет речь. Дело-то все в том, что как раз суммы-то небольшие берутся, но берется их под такой процент. А потом она, естественно, возникает. Ну и сегодня тоже закон не только устанавливает контрольный отзор над организациями, которые работают в этой части, с этим продуктом, обязывают еще и уведомлять с надлежащим образом лица, которые заключают эти договоры о порядке и взаимодействия, и о тех процентных суммах, которые они будут выплачивать в качестве погашения. И это обязательное условие, обязательное должно быть уведомление о расчете, как происходит расчет, чтобы люди знали, каким образом они будут потом погашать это обязательство. Но вы задали вопрос, как взаимодействие происходит. В принципе, любой должник уже на стадии, даже когда у него возникла просроченная задолженность, имеет право отказаться от взаимодействия, от общения, при этом соблюсти условия, которые предусмотрены законодательством, направить в обязательном порядке заверенное нотариально заявление о том, что он отказывается от взаимодействия, которое было предусмотрено, и либо уведомление, то есть почитаемым заказным отправлением с уведомлением о вручении в обязательном порядке, либо, еще обращаю внимание, что это может произойти не ранее, чем через 4 месяца со дня возникновения просроченной задолженности. То есть есть тоже временной период, когда все-таки организация, коллекторское агентство может поработать, дает время. После того, как все-таки этот период прошел, не нашли каких-то форматов урегулирования этого вопроса, можно отказаться. То есть это сделать грамотно в соответствии с законодательством. Хочу пояснить, что в 2018 году изменилась форма этого заявления. Форма утверждена была и ранее, и в этом году в ССП России. Есть соответствующий приказ наш локальный, который регламентирует формат этого заявления, его правильность оформления и направления. Я хочу еще пояснить, уважаемые граждане, что наши ульяновцы и другие регионы, если они будут тоже заинтересованы в этом, что подробная информация о формах документов, о нормативных актах, которые регламентируют порядок работы, взаимодействия, все это размещается на официальном портале нашего управления, в котором мы в обязательном порядке всю информацию обновляем. Галина Анатольевна, хочу спросить вас о том, как служба судебных приставов взаимодействует с Цитробанком, с прокуратурой, с налоговой службой. Есть у вас контакты? Активно взаимодействуем. Я хочу сказать, что так как это для нас тоже направление новое, мы начали с ним работать только в 2017 году, мы считаем пока еще новое, потому что каждый раз мы познаем для себя многое, и в общем-то достаточно интересные вещи. Конечно, огромную помощь нам оказывало и наше отделение Волговецкого управления Центрального банка России. Мы взаимодействуем с органами прокуратуры в той части, что они надзирают в вопросах своей компетенции, но и они заинтересованы в том, чтобы организация работы контроля надзорной в нашем регионе была тоже на высшем уровне. Мы взаимодействуем с МВД, потому что те факты, которые мы уже не можем в своей части рассмотреть, которые уже содержат признаки уголовного преступления, мы в обязательном порядке уведомляем органам МВД, которые могут закуспировать этот материал и продолжать по нему соответствующую проверку и дальнейшие действия. В нашей только компетенции на сегодняшний день административная юрисдикция. То есть мы ее активно применяем на сегодняшний день. У нас прошлый год дал нам 37 протоколов. Право нарушения административное, предусмотренное статьей 1457 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. По частям оно, это статья, первая, вторая, третья, четвертая часть. Все мы имеем право по составлению протоколов, наши сотрудники, сотрудники Федеральной службы судебных приставов. И эти протоколы, конечно, это не просто, как говорится, бумага, в никуда. В первую очередь, это санкции штрафные. Я тоже очень благодарна судейскому сообществу нашего региона, который рассматривает эти протоколы достаточно эффективно. У нас назначены и уже оплачены штрафы в доход федерального бюджета в общей сумме за прошлый год, это 1,425 млн, и уже в этом году за три месяца работа 996 тысяч. То есть это крупная сумма. Но там и санкции достаточно большие, вплоть до дисквалификации лиц, которые работают в коллекторских агентствах, в организациях, которые незаконно применяют, соответственно, эту функцию и так далее. Вы в начале программы несколько слов сказали о том, что мы еще вернемся к этому вопросу. Я про микрокредитные как раз компании, которые вне государственного реестра, но они существуют и, в общем-то, свою деятельность ведут на вполне законных основаниях. Государство разрешает, закон им разрешает существовать, несмотря на то, что, как бы, вы, как бы, чуть-чуть вне закона. Так не бывает, да? Так не бывает. Либо законно, либо незаконно. Так что значит вот это чуть-чуть? Поясняю. Значит, есть ряд организаций, микрофинансовые организации, микрокредитные компании, такой статус у них есть, которые занимаются микрокредитованием. То есть они, как кредиторы, сами выдают соответствующий денежный продукт и сами имеют право взыскания этих денежных средств, не передавая официальному, так скажем, коллекторскому агентству, организации, которые занимаются этим как основным видом деятельности, включенной в государственный реестр. Занимаются сами. Вот здесь методы, конечно, жестче. То есть то, с чем мы сталкиваемся в обращениях, а это работающие под торговой маркой, допустим, Росденьги, и ряд компаний, которые под этой торговой маркой работают. Вообще под этой торговой маркой Росденьги работают организации, следующие это Бутик финансовых решений, Вайни Менин, Вайни Менин Полярный, Кронос, то есть это те организации, которые на сегодняшний день, так скажем, дают определенный процент обращений, это практически больше 30%, деятельность которых действительно вызывает у граждан, у должников некую панику. То есть там порядок общения несколько жестче, именно те нарушения, которые мы можем рассмотреть в отношении, так скажем, организации, включенной в реестр, они однозначно подойдут под протокол. Вот там, где нет реестры, там, где мы не можем эти полномочия применить, мы, конечно, сейчас находим эти пути, и мы привлекать будем, потому что, ну, так не бывает, чтобы, как вы говорите, закон чуть-чуть действует, закон все равно будет действовать в той части. То есть панику у людей вызывает, а у правоохранительных органов вопрос, потому что закон нам не разрешает? Нет, у нас есть просто определенные нюансы, связанные, допустим, с запросом информации. Нам нужно рассмотреть то или иное обращение, получив определенный пакет документов. Мы должны увидеть, что это был действительно договор займа, на каких условиях, да, какой порядок взаимодействия, о чем я говорила, каким образом действительно это взаимодействие осуществлялось, путем предоставления аудиозаписи, мы их прослушиваем в полном объеме, каким образом именно этот контакт происходил, и что было сказано, те факты, которые мы можем расценить, как нарушение, да, как с признаками нарушения, оформить соответствующий акт и составить протокол административного права нарушения. Поэтому вот этот объем информации мы должны запросить у организации, которая этим вопросом занималась взысканием, либо у лица, которая нам заявила о своих проблемах, не всегда это получается, потому что, к сожалению, люди вот именно в момент, видимо, своего такого эмоционального подъема страха пишут это обращение, но, к сожалению, не предъявляют никаких документов подтверждения того, что может быть, да, важным, необходимым для дальнейшего рассмотрения и применения мер. Мы запрашиваем информацию о, допустим, организации «Финколлект», она нам представляет полный пакет, и мы по ней работаем, мы даем соответствующие выводы, оформляем соответствующий протокол, и далее мы направляем в суд, да, рассматриваем легитимный документ. Когда мы запрашиваем информацию о микрокредитной компании, мы не всегда ее получаем в той мере необходимой и в том объеме, который нам позволит сделать вывод соответствующий и выйти на протокол и на дальнейшие санкции. А тогда ваши действия, если вы не получаете необходимую информацию, что вы предпринимаете? Мы в любом случае, если мы не получаем информацию, у нас тоже есть определенные полномочия по ставлению протокола за непредоставление информации. Это другая статья КОАП, но мы с ней работаем, это 19.7. Были привлечения у нас в этой части, и суды тоже рассматривают их правильно, так скажем, в той части, что они все-таки помогают, стимулируют эти организации представлять ту информацию, которая нам необходима, и дальнейшие наши действия позволят, я надеюсь, нам вот уже буквально на днях тоже выйти с протоколом в отношении такого лица, который на сегодняшний день занимается взысканием задолженности без получения соответствующего свидетельства и регистрации. Вот привели несколько цифр, статистика статистика, но за каждой цифрой это судьба. И понятно, что все эти цифры имеют как положительный исход, так и отрицательный. Есть какие-то примеры, кому помогли, и кто выдохнул спокойно, и чья ситуация так и не решена, и получила там дальнейшее развитие вплоть до уголовных дел. Ну, примеры есть, конечно, что помогли, даже в той части, когда мы начинаем активно выходить на организацию, да, чьи телефоны мы, допустим, видим, кому они принадлежат, за кем они зарегистрированы, начинаем работать, прекращается вот тот объем звонков, который поступал ранее к должнику, и, конечно, люди реагируют, пишут, благодарят, что все, у нас уже нет, по крайней мере, той активности звонков, общения там по ночам и неприятных разговоров отношений лиц. По психологическому воздействию тоже были определенные примеры, вы понимаете, в силу чего я не буду называть каких-то там конкретики, но, да, люди благодарили за то, что вот такого психологического воздействия, которое ранее повлекло негативное влияние на работе, в школе у детей, все это прекращено. То есть люди понимают, вот тот момент, который происходит вот в период нашего активного участия, рассмотрения, запроса информации, составления протоколов, все это дает результат. Я хочу сказать еще о том, что организации коллекторские, вот те, регистровые мы их называем, которые на сегодняшний день работают в правовом поле, они ведь, это наше, так скажем, досудебное решение урегулирования долга, то есть это наша помощь. Мы на сегодняшний день работаем уже с отсуженными долгами, они помогают нам, поэтому в этой части у нас тоже очень большая работа проводится, и они правильно реагируют. Например, я хочу опять привести пример финколлекта, они работают над техникой, форматом, шаблоном общения, то есть если мы делаем какие-то замечания, мы говорим о том, что это под протокол подходит, это нарушение, они учитывают, и уже формат общения совершенно другой. Люди, которые не понимают, допустим, у них тоже есть человеческий фактор, они их увольняют, то есть у них есть вот такая вот тоже работа с персоналом, они учитывают те замечания, те проблемы, которые влекут за собой штрафные санкции. Ну и последнее, остается у нас буквально там полторы минуты, обратитесь к ульяновцам, к тем, кто считает возможным для себя брать заемные средства в таких, не в банках только, а еще и в микрокредитных организациях. И не дай бог, если бы случится взаимоотношение с такими коллекторскими агентствами, как себя вести и что делать. Хорошо, спасибо. Уважаемые горожане, уважаемые ульяновцы, я действительно хотела бы вам сказать самое главное. Во-первых, если такая ситуация жизненная произошла, не надо паниковать, не надо никогда какие-то агрессивные свои качества включать, не нужно никогда пытаться идти на конфликт, нужно урегулировать данную ситуацию в правовом поле. Вы знаете, что есть организация на сегодняшний день, это управление Федеральной службы судебных приставов, к которому вы можете обратиться по фактам, которые могут быть признаны либо нарушением законодательства в части взыскания прозрачной задолженности, либо, если это переходит границы определенной, то это будет уже рассмотрено как состав уголовных преступлений. Очень хочу попросить, уважаемые горожане, если у вас возникла такая необходимость, и вы все-таки обратились к услугам микрофинансовых компаний, займов, в обязательном порядке сохраняйте договоры, которые вы оформляете, внимательно, конечно, их прочитывайте, прежде чем подписать и закрепить их личной подписью, сохраняйте, пожалуйста, те документы, которые вы можете подтвердить свой факт оплаты, в момент, когда у вас начинается взаимодействие с организацией по взысканию задолженности, кто бы это ни был, если вы как бы сможете, конечно, бывает, что самообладание теряется, но тем не менее, постарайтесь сделать звукозапись, аудиозапись, которую можем потом прослушать и вывести те или иные нарушения уже на законную норму. Вот, наверное, такие пожелания. Но любые ситуации, они всегда разрешимы, все это решается в правовом поле, мы всегда готовы в этой части подсказать. Есть личный прием, есть интернет-приемная, есть телефон доверия Управления Федеральной Службы судебных приставов, если позволите, я озвучу, 40 11 17, куда вы можете направить свое обращение и высказать те вопросы, которые на сегодняшний день у вас имеются в этой части. Спасибо вам за интересный разговор, я думаю, что информация будет полезна многим ульяновцам. Спасибо, говорим, Галине Добровольской, заместителю руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Пульянской области. Говорили сегодня о том, как работают коллекторские агентства на территории региона и что нужно делать, если вы столкнулись с неадекватным вообще поведением. Спасибо, Галина Анатольевна. Спасибо. Смотрите «Репортер 73». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин